Мы в самом начале нашей беседы сегодняшней, я говорил о том, что Рязанов меня тогда пригласил на юбилейный кинопанораму и в общем кончилось письмами. Но ему этого мало показалось. В декабре будет в концертном зале России у Рязанова творческий вечер, он меня опять туда пригласил, так что я жду письм. Но специально для этого вечера я приготовил такое звуковое письмо, адресованное Ильдару Александровичу Рязанову. Дорогой товарищ Рязанов, просим вас целиком опубликовать в вашей кинопанораме наше криворужское письмо. От кинолюбителей, в клубе которого мы состоим. Наш киноклуб хорошо известен не только в Кривом Рагу, но и за рубежом, на Полтавщине. Вот уже 10 лет мы смотрим лучшие ленты отечественного и зарубежного кинематографа, обогащая свой внутренний мир до неузнаваемости. Заставил нас взяться за перрон фильм известного итальянского режиссера Джурили «Сумерки», про который вы говорили в своей кинопанораме когда-то, и который недавно вышел на экраны нашего города. Ну и еще спасибо криворужскому кинопрокату, который бережет нашего зрителя. И вместо трех часов, как на фестивале в Сан-Себастьяне, и вместо двух часов, как на кинофестивале в Ташкенте, у нас в Кривом Рагу фильм шел час небольшим. Что тоже много. Учитывая, как мы экономим каждую минуту. И несмотря на то, что мы прокручивали пленку этого фильма в обоих направлениях, меняли напряжение в сети, мы все равно не поняли, за что это, как писали критики порнографии, присудили два «Оскара». Мы бы за это одного нашего Григория не отдали. Хотелось бы задать режиссеру Джурили ряд вопросов, которые поставят его в тупик. В одной из кинопанорам вы сказали, что на кинофестивале в Сан-Себастьяне главный приз за самое женское исполнение роли был вручен актрисе Монике Витти за роль дочери в фильме «Сумерки». Так вот, никакой дочери в исполнении никакой Моники Витти в картине нет. А приз ей выходит все равно вручили. Неужели там за деньги все можно купить? Причем начинается картина вполне нормально. Семья из провинции. Приезжает в большой город. Мать, отец, двое сыновей. Правда, один из них как-то сказал, «Сестренка попала в беду». Может, он имел в виду Монику Витти? Она попала в беду, но беда не попала в картину. И таких загадок хватает на весь фильм. Но окончательно мы надорвались на том месте, где секретарша Джулиан уходит в кабинет директора банка Виторио. Он закрывает дверь на ключ, наливает два бокала вина, снимает пиджак. Секретарша улыбается и при этом говорит голосом Мардюковой, «Вы еще раз хотите проверить смету?» Далее мы видим, как Джулия кормит грудью ребенка. Во-первых, кормить ребенка на экране грудью, пускай даже со спины. Во-вторых, все знают, что от бокала вина дети не рождаются. Иначе у нас было бы полно народу. Может быть, Джулия кормит чужого ребенка? Допустим, ее попросили его подержать, а он проголодался. Тогда откуда у ней грудное молоко? Или она кормит своего ребенка, но поскольку мы видим только со спины, то может она его кормить не своей грудью, мало ли еще кто там был. А если это и ее грудь, и ее ребенок, то почему в следующем кадре она гладит по голове рыжего парня и говорит «сынок». А мы видим, что сынку уже лет 20. Или «сынок» — это кличка. И он был из той банды, которая пару раз мелькала на экране. В общем, мы этот фильм поняли так. Кто-то из банды убил Монику Витти еще до начала фильма. За то, что она отказалась родить ребенка, с помощью которого бандиты хотели арабить банк, пока директор банка Виторио кормил грудью свою секретаршку. Теперь получилось логично. Хотя, конечно, из идиотизма. И это закономерно, потому что картина еще раз продемонстрировала преимущество нашего кино. Пусть не всегда интересно, зато любому дураку. Ясно? И если у режиссера Джурили появится желание посетить Кривой Рог и наш киноклуб, то мы с удовольствием поспорим до хрепоты, а можем и до драки, что, безусловно, укрепит дружеские отношения между Италией и Кривым Рогом. Продолжение следует...